В Большом зале правительства Тверской области Игорь Руденя наградил лауреатов премии за выдающиеся заслуги в области науки и техники. Она учреждена в 2020 году по инициативе главы региона и вручается коллективом исследователей, молодым ученым, аспирантам и студентам. На награждении присутствовала Наталья Чекет. Открывая торжественную церемонию, Игорь Руденя отметил, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию обозначил необходимость получения значимых научных результатов в тех отраслях, которые имеют важное значение для страны. От вас и ваших коллег, от людей науки зависит решение важнейших вопросов по обеспечению технологического суверитета нашей страны и развития нашей страны как великой научной и промышленной державы, которая способна создавать и производить все необходимое для государства, для наших граждан, для того, чтобы мы имели с вами конкуренцию на внешних рынках. Победителями конкурса стали 22 человека. Ученые представили свои разработки в различных сферах. Так, студент третьего курса Тверского медицинского университета представил исследование, направленное на совершенствование лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, речь идет об ишемическом инсульте. Мы предлагаем на данный момент изучение непосредственно модели на животных ишемического инсульта с целью дальнейшего изучения более точно патогенеза и механизмов развития. Возможно, применение данной модели для исследования способов лечения. В номинации «Студент года» награду удостоена студентка третьего курса Тверской государственной сельскохозяйственной академии Полина Кострова. Девушка занимается разработкой аналогов дорогого удобрения для выращивания микрозелени. Потому что на рынке эти аналоги очень дорогие. Мы ищем более дешевые и более безопасные. Мы пробовали выращивать горох и рукколу. Специальные номинации за выдающиеся разработки в области импортозамещения. Награду удостоена руководитель коллектива ученых Тверского государственного технического университета Виктория Петропавловская. В частности, речь идет о продукции в области строительства, а точнее о гипсовых материалах. Они широко применяются в жилищном строительстве и в офисах. Разработанная учеными технология будет внедряться на производстве четырех строительных компаний. Это прежде всего те материалы, которые производила крупная и всем, наверное, известная компания. А в настоящее время часть она производила здесь на территории нашего государства, а часть они завозили по импорту. И вот эти изделия, они сейчас очень востребованы. И мы разрабатываем несколько технологий, производства изделий, которые бы смогли заместить те, которые ушли с нашего рынка. Молодым ученым года стала старший преподаватель кафедры биотехнологии, химии и стандартизации Тверского государственного технического университета Мария Маркова. Она занимается разработкой каталитических активных систем для синтеза топлива из возобновляемых источников. Мария рассказывает, что всегда хотела заниматься наукой, а в частности химией. Очень интересная наука. Мне кажется, практически вся жизнь похожа на химию. Практически в любом живом организме или неживом организме протекают какие-то химические реакции. Все у нас завязано на химии, поэтому это очень интересно и любопытно. Напомним, что региональная премия вручается за выдающиеся результаты в научно-исследовательской работе. Разработку образцов новой техники и технологий, пособствующих развитию науки и инноваций на территории Тверской области. За время действия премии 45 разработок ученых, отмеченных по результатам конкурса, внедрены на ряде предприятий региона.